Слава Украине! Привет всем от Полонского! Доброе утро! На этой неделе будет новый пакет американской военной помощи. И вот Reuters сообщает о том, что там наконец-то будет то, что мы очень давно просили. Ракеты до 150 километров. То есть эти ракеты смогут долетать, ну как минимум до Джанко. А то, о чем мы говорили в предыдущем пакете военной помощи, вот оно придет в следующем. И, ну, по всей видимости, по всей видимости, уже на этой неделе будет объявлено. А когда у нас появится ракета, ну посмотрим. Это дело очень короткое. Речь идет о ракетах, которые вот называются они, с таким труднопроизносимым названием, GLSDB. Да. Но не столь важно, какое у них название. Это ракеты, скажем так, менее мощные, чем Атакамсы. Но это не меняет сути. Они там несут, по-моему, порядка 20 килограмм взрывчатого вещества. Что совершенно достаточно, чтобы разнести в пух и прах тот же самый узел рашистов в том же самом Джанкое. Или на любой другой точке оккупированных фашистской России территорий. И, собственно говоря, это то, что нам надо. То, куда мы сейчас не достаем. В настоящий момент, посмотрите, рашисты держат свои фашистские склады, стараются держать их на расстоянии более 80 километров от линии фронта. С тем, чтобы мы их туда не достали хаймарсами. И это уже хорошо. Почему? Потому что из-за того, что у них же криворукие грузовики и такие же алкоголики-водители на этих грузовиках, доставка боеприпасов из места складирования на фронт, у них сейчас затруднена капитально. И именно из-за этого у них очень часто возникают недостача снарядов в самый нужный для них момент. А когда у нас появляются вот эти ракеты 150 километров, вот это все ныканье складов на расстоянии 80 километров вообще становится бессмысленным. Да и любая точка Донецкой и Луганской области, временно оккупированная фашистской федерацией, то же самое, она становится в пределах досягаемости. То есть за шиворот им положим ракету, это высокоточные ракеты, в любом варианте. Понятно, только не надо мне при их ПВО. Их ПВО слепое, такое же, как блестит пляш у Путина. Ну, тут даже не о чем разговаривать. То есть с момента, когда мы получаем эти ракеты, к спокойной такой жизни, относительно спокойной жизни рашистов, ну, скажем так, на расстояниях более удаленных от фронта придет конец. А их логистика вообще зайдет в тупик. Я молчу, хоть по железнодороге, хоть по автотрассам. Им везде гоплык пойдет. Ну и плюс там же будут еще и дроны, там же по некоторым сведениям будет еще куча джаволинов. Джаволины тоже замечательная вещь, они помогают рашистам очень быстро протрезветь. И понять, что они не туда вообще-то попали. Так что, а, да, будут кое-какие там вспомогательные плюшки для патриотов, высокоточные боеприпасы. Ну, подождем, подождем, потому что пакет будет очень большим. Есть разные слухи, говорят, даже 2 миллиарда 200 миллионов долларов. То есть, вот прикиньте, какие огромные пакеты идут сейчас. Скажем так, подождем, очень скоро узнаем много интересного. И да, Брэдли уже то ли в Украине, то ли по дороге в Украину. По крайней мере, первые 60, мы уже видели ни разу, ни два видео есть. Так что, Брэдли тоже идут. Слава Украине!